Довольно понятно специалистам было и до этой встречи тоже, но так, чтобы широкая публика это увидела, широкая публика в Европе это увидела, насколько далеко они отстоят, о чем они вообще разговаривают, это показало такое вот нынешнее состояние процесса карабахского урегулирования, точнее не урегулирования, в которой будут находиться. Вот это мне кажется интересным, а все остальное это такая, ну одна девка, ну очень понятно, выпуклая такая, вкусная для журналистов, но через две недели это забудется и оно останется одним из этапов, вот повторюсь, того, что пытаются сделать все время европейские сопрецедатели и вообще международные силы, и для того, чтобы какой-то процесс проходить. Вот, привет. Это нельзя было увидеть из вот этой вот встречи. В общем, более или менее, Алиев говорит то, что Азербайджанцы говорят, уже много лет, если бы десятилетий, да, мы готовы на компромиссы, мы хорошие, природные, и все хорошо, а компромиссом мы называем возвращение к ситуации до 1000 инфобортовской святой логики, то есть возвращение в состав взаимодействия, автономия в состав взаимодействия. Вот примерно такой тезис Алиева, ну даже не косвенно, а прямо был озвучен. Одновременно с этим, как мы знаем, это не вот эти вот, не это выступление, а вообще мы знаем, да, что одновременно продолжается Минский процесс. Минский процесс – это процесс вокруг мадридских документов. Мадридские документы – это вот та самая идея, что урегулирование будет включать в себя некий раздел территорий, да, два типа, один из которых будет оставаться в составе Казаха или там республики Армении по-разному, да, а другой территорий будет возвращаться Азербайджану за это будет признание, повторюсь, независимого статуса или возвращения в состав Армении. Это то, вокруг чего ведутся переговоры. То есть это понятно, это видно. Другое дело, что эти переговоры ни к чему привести не могут. Давайте вспомним. Последний раз субстантивные переговоры, то есть такие переговоры, которые были о регулировании конфликта, а не о менеджменте конфликта, да, когда стороны пытались решить что-то, были в 2011 году в Казани. После этого переговоры ведутся, но для этого даже великим политологом быть не обязательно. Достаточно быть человеком, который читает газеты. После каждой встречи открывается группа Каспаршика, система мент доверия, понижение уровня насилия, схемы проверки инцидентов, там кто прав, кто виноват, кто сколько стрелял и куда, попытка уменьшения уровня эдгофобии в прессе. Это все не про урегулирование конфликта, это про менеджмент конфликта, это про то, как жить в конфликте. Это довольно давно такая ситуация существует, всем все понятно. То есть формально, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал так, на столе по-прежнему тот документ. И для альбата, и для азбодицы. Азбодицы ведут переговоры на основе того, что есть другого дела. Но эти переговоры никуда не приводят, и очень долго, как минимум очень долго никуда не приведут. Ну просто мировое сообщество готово разговаривать вот на этом языке, другого языка, повторюсь, не существует. И те радикальные представления, которые существуют в Азербайджане, что мы готовы разговаривать только о том, как обратно Карабахло поддадут, и мы ничего за это не отдадим. Мы просто восстановим автономию, которая когда-то была, и имиджа, кстати, была отбедена. Или армянская точка зрения, все остается как есть, только вы это еще и признаете. И именно этот флаг, друзья, и то и другое, нереалистичное, поэтому мы на фонусе. Спасибо. 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 Мы говорим о том, что Алиев не хочет, что Алиев занимает Райжо-Орт. Почему Алиев требует создать Райжо-Орт и Райжо-Орт? Давайте начнем. Готов или не готов? Алиев должен быть. Алиев говорит разные вещи в разных форматах, открытых и закрытых, на переговорных процессах и жестких заявлениях. Он говорит, у него есть высказывание от того, что Азербайджан воюет не с НКР и не даже с Республикой Армении, а с мировым армянством, до того, что в рамках урегулирования конфликта армяне смогут счастливо жить, будучи гражданами Азербайджана и так далее. Это то, что говорит Алиев, это надо бы слушать, это полезно. Кроме того, слушать, это же не просто слушать слова. Можно слышать или слушать одновременно стрельбу до границ или эскалации какие-то. Например, апрель 2016 года, Армения услышала тот тезис, который был высказан, ну, в кавычках, да, высказан Азербайджанцами путем эскалации 2016 года, путем того, что тогда произошло то, что принято называть в четвердневной войне. И, с другой стороны, мы слышим, опять же, в кавычках, мы слышим то, что Азербайджан не выходит из переговорного процесса. Азербайджан продолжает участвовать в переговорном процессе, формальной целью которого является урегулирование на основе мадридских принципов. Это полезно, это можно бы слышать. Другой дело, что надо понимать, что ты слышишь, но для этого существуют какие-то люди, которые это могут объяснять. А первый вопрос был, я извиняюсь... Субтитры делал, что Азербайджан не хочет урегулировать конфликт. Если бы Азербайджан хотел бы урегулировать конфликт на основе какого-либо компромисса, любого, да, вот, обсуждать не то, что мы все вернем назад, а серьезные вопросы компромисса, серьезные вопросы, касающиеся реального решения конфликта, то ему бы самому понадобился Нагорный Карабах за столом переговоров. Потому что без арцахцев решить вопрос, который касается арцахцев, ну просто невозможно, они будут... Я не о морали говорю, не о гуманитарных ценностях, не об этом разговор. А чисто политически, ну они просто заблокируют то решение, которое будет предлагаться. Отсылают в 98-й год, Левон Федерасе, да, отставка. Вот это понятно, но так как переговорный процесс с азербайджаном используется не для того, чтобы каким-то образом, компромиссным образом решить проблему, а для того, чтобы использовать его как еще один инструмент для того, чтобы походить решить свои проблемы, то Карабаха за столом, я не думаю, что будет, по крайней мере, в ближайшее время. То, что говорит арганская страна, правильно решить вопрос без арцахцев нельзя, просто вопрос сейчас, азербайджанцы решать не собираются. Когда и есть, наступит момент, когда азербайджанцы будут готовы на решение вопроса, а он когда-нибудь наступит. Вечных конфликтов не бывает. Все конфликты в мире когда-нибудь кончаются. Я не знаю, когда это будет, через 20 лет, через 50 или через 300, но тогда, когда понадобится, тогда понадобится Карабаха за столом, а до тех пор это будет использоваться как еще один инструмент для споров. Нужно ли участвовать в такого рода, как в реалити-шоу, как вы выразились, нужно ли делать такого рода вещи, если процесс не приводит к результатам. Мне кажется, что да. Мировой опыт показывает, что если те конфликты, в которых вообще нет никакого канала между сторонами, вообще, когда они вообще не разговаривают, это никакого процесса, никакого, ничего такого, да, развиваются обычно хуже, чем те, в которых этот канал есть. Понятно, что он плохо работающий, понятно, что он не идеальный, понятно, что он не может привести к миру быстрому, да, это все ясно. Но то, что вообще процесс встреч, переговоров, даже если эти люди ни о чем не говорят, даже ведь, можем предположить, да, о чем они говорят за закрытыми дверьми, вот даже если они просто пьют чай или рассказывают друг другу анекдоты, или ругаются друг с другом, как мы увидели вот на этой встрече, даже если это просто происходит, то это, на мой взгляд, полезно, потому что это один из форматов взаимодействия между сторонами. Да, другого взаимодействия у нас нет. Ожидать, что они будут на людях в открытых форматах друг друга любить и обожать, и говорить друг другу вещи, которые взаимоприятны, это на сегодняшнем этапе сложно, но на кого реальность, ее можно увидеть. Что я жду от конституционного референдума, вы знаете, я вообще, ну, у меня работа такая, да, от революции я жду смену элит. Революция любая, это смена элит каким-то образом. Определённый вопрос. Люди делают революцию для того, чтобы прийти к власти вместо других людей. Это так везде и всегда начинают французские революции. Вот когда Робес-Пьер, Марат, я не знаю, пришли к власти, они с Людовиком и Мария Антуалетой, понятно, что сделали, да, они их не оставили работать в каком-нибудь там Марсе Франции или в таком-нибудь суде, чтобы те председатели были. Они их, ну, вы не сказали, жесткие, их просто убили. Сейчас это делается несколько более нежно. Когда Владимир Ильич Ленин приходил к власти, тоже царя и его семью, они не оставили командовать каким-нибудь солдаковым, я не знаю, каким-нибудь там конституционным судом, извиняюсь за это изображение. А смысл революции в смене элит. То, что у нас происходило, оно просто по-науке. Сначала исполнительная власть, стал премьер-министром, потом местная, те люди, которые на местах, так сказать, командуют всеми процессами, в том числе и выборами. Потом законодательная власть, парламент. Дошло время до судебной власти. Это логика революции. Делалось довольно сумбурно. Технологии придумывались на ходу, придумывались иногда не очень выверенно. Сначала было изменение Конституции, предположительно, потом вот все эти фетики, все эти иллюстрации, все вот эти варианты изменения, переходное правосудие. Не знаю, что теперь референдум. Я не знаю, как пройдет именно этот референдум. Я не знаю, каким образом это будет сделано. Но государство, это обычно такой каток, который идет и закатывает асфальт. И представить себе ситуацию, что в ближайшие четыре года будут совмещаться совершенно различного типа элиты, и между ними будет происходить какое-то взаимодействие, они смогут работать вместе, особенно после всего происходящего, мне доволен. Поэтому я думаю, что рано или поздно будет найдено какое-то решение, и элиты поменяются и до уровня Конституционного суда. Я думаю, что это не говорится. Не только у нас, кстати, это делается путем политических отстранений от власти. Это везде так. Я вам скажу, это примерно с португальской революцией до 70-е годы прошлого века, 20-го века. Революция происходит обычно, ну часто, в гораздо более мягком варианте, чем были классические революции. То есть меняются власти, а со старыми властями вот такого штурача не происходит. Поэтому, повторюсь, не говорили я этого. Что же касается того, демократия, не демократия, это процесс. Это процесс, при помощи которого одни люди приходят к власти вместо других. И это такой процесс, который идет очень много где. Мы же видим, да, но посмотрите вокруг. Существует это было в Молдове пару раз, это было в Украине пару раз, это было в Кыргызстане, это было в Грузии и так далее. Это такой вариант изменения власти, который происходит в странах типа Армении, в странах, которые так называемых гибридных странах. Революция не происходит в двух типах стран. Цветные революции, мягкие революции. Либо в чрезвычайно жестких режимах. Там, где образоваться такому типу оппозиции, которая у нас пришла к власти, просто не дают. Туркменистан, Азербайджан, Карелия, многие африканские режимы. Там могут проходить настоящие революции, кровавые революции. А революции цветные там происходить не могут. И второй вариант, это наоборот в развитых демократиях, в которых они не нужны, в которых такого рода вещи происходят на выборах. Что такое Брекзит? Это развитие цветные революции. Что такое выбор Трампа? Это развитие цветные революции и так далее. В промежуточных вариантах могут быть те вещи, которые происходят в Армении. Это развитие цветные революции, которые происходят в Армении. По крайней мере, до сегодняшнего дня я должен расценивать довольно положительно для развития арцарской политической системы. Ведь что случилось? Обычно было так устроено, с самого начала практически, что элиты НКР и элиты Армении, они были, скажем так, сочетаемые. Они могли работать друг с другом. Люди, которые были во главе страны в Арцахе и Ереване, это были люди, которые могли работать друг с другом. Так было всегда. Иногда это даже на физическом уровне родители были. Люди, которые были сначала в Карабахе, потом были в Армении. Последние два армянских президента. Вот это нарушилось. Сейчас это не так. И эта ситуация, она будет исправлена на выборах. Там возможны разные варианты. Там возможны разные исходы. Но при любом исходе тот лидер, который будет, это будет тот человек, который будет иметь возможность взаимодействовать с господином Паширяном. Что сейчас не так. И то, что это происходит вот таким вот путем, то есть отложенный результат. Да, да, его отложили. Проходит какое-то время. На это время остался тот президент, который был в Арцахе, Бакус Арке, я имею в виду, до конца своего срока. И этот президент уходит, и кто-то другой выиграет эти выборы. И это, ну, в общем, это смена элит. Со спецификой Арцахское общество гораздо более компактное, гораздо более сгруппированное, консолидированное. Оно, ну, просто меньше по размерам, да, Арцах меньше. Армении примерно в 20 раз. То есть вот по поте населения. И вот это все повлияет на специфику, но в общем, да, это смена элит тоже.